В Киеве торжественно провели украинскую сборную на зимние Олимпийские игры в Южную Корею. Соревнования начнутся через две недели. На церемонии провода впервые показали форму сборной Украины. Видел ее и Олег Шумейко. Соревнования начнутся через две недели. Лицензии спортсмены завоевывали на протяжении последних двух лет. Поэтому самоучастие в Олимпийских играх – это большая победа. Хочется, чтобы они выступили так, как они могут и показали лучший результат. Хочется увидеть флаг Украины и услышать гимн. Основные медальные надежды на биатлон. Но представители других видов спорта тоже обещают приятно удивить. В фигурном катании Украина будет представлена на соревнованиях женщин и мужчин, а также в танцах на льду. Ничего подобного до этого мы не испытывали. И я думаю, что все пройдет на высшем уровне. И я уверен, что мы будем довольны этим стартом. На церемонии провода украинских спортсменов презентовали форму сборной. Ее демонстрировали представители незимних видов спорта и спортсмены, завершившие карьеру. А вот в парадных костюмах пришли участники нынешних Олимпийских игр. Признаются, она очень комфортная. Олимпийская форма выглядит очень красиво. Мне это очень нравится. Мне очень приятно носить эту форму. Например, я уже ее примерил сегодня с сутрой тренировки. Она достаточно мне хорошо помогает. У меня действительно тренировка была лучше, чем обычно. Настроение у спортсменов боевое. Первый призер Олимпийских игр независимой Украины Валентина Церба Несина говорит, проводы очень праздничные. Сегодня это праздник всей страны. Страна понимает, хоть сейчас трудные времена, мы в состоянии войны. Но у нас есть будущее. Молодежь должна на кого-то равняться. И мы желаем нашим олимпийцам повторить достижения своих предшественников. Следить за Олимпийскими играми весь мир будет с 9 по 25 февраля. Мы же будем держать кулачки за украинских спортсменов. Олег Шумейко, Тимофей Сорокин, UATV.